Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, 3 августа, Православная Церковь вспоминает ветхозаветного пророка Иезекииля. Святой пророк Иезекииль жил в VII веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарири и происходил из колена Ливиина. Был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим Вавилонского царя Новоходоносора в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями. В плену пророк Иезекииль жил при реке Хавар. Там на 30-м году жизни в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждое четыре лица человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом подобие престола как бы сверкающего сапфира. На этом престоле сияющее подобие человека, а вокруг него радуга. По толкованию отцов церкви, пресветлое подобие человека, сидящего на сапфировом престоле, было прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся престолом Божиим. Четыре животных прообразовывали четырех евангелистов, колеса со множеством очей части света со всеми народами земли. При этом видении святой пророк от страха упал на землю, но глаз Божий повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь к народу израильскому. С этого времени началось пророческое служение Изякииля. Пророк Изякииль возвестил народу израильскому, находившемуся в плену в Авелонском, о предстоявших испытаниях в наказание за заблуждение веры и отступничество от истинного Бога. Пророк возвещал также и наступление лучших времен для своих пленных соотечественников, предсказывал возвращение их из Вавилонского плена и восстановление Иерусалимского храма. Особенно важны два знаменательных видения пророка – о храме Господнем, исполненном славы и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Видение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от работы вражей и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, именуемой пророком вратами затворенными, которыми прошел только один Господь Бог. Видение о сухих костях на поле – прообраз всеобщего воскресения, мертвых и новой вечной жизни искупленных крестной смертью Господа Иисуса Христа. Святый пророк Изякииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножение пищи для голодавших. За обличение выдал о поклонстве одного еврейского князя. Святого Изякииля предали казнь. Привязанный к диким коням, он был разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его на поле Маур, в усыпальнице Сима и Арфаксада, прародителей Авраама, недалеко от города Багдада. Пророчества Изякииля записаны в книге, названной его именем, и включенной в Святую Библию. Святитель Дмитрий Ростовский обращал внимание верующих на следующие слова в книге пророка Изякииля. «Если праведник, надеясь на свою праведность, дерзнет грешить и в грехе умрет, будет отвечать за грех и подлежит осуждению. А если грешник, если покается и умрет в покаянии, его прежние грехи не воспоминутся пред Господом». На этом, дорогие братья и сестры, прощаюсь. Будьте здоровы и Богом хранимы. Субтитры создавал DimaTorzok